Оборонный комплекс страны встает на рельсы диверсификации производства. В их числе и Чебоксарское объединение имени Василия Чапаева. Это старейшее предприятие республики имеет большой портфель заказов гражданского назначения. От салютов и фейерверков до детских мечей и резиновой обуви. Новые производственные мощности показали в Рио главы республики Олегу Николаеву. Многопрофильное предприятие получает поддержку от федерального правительства. В 2019 году из бюджета страны было выделено более 45 миллионов рублей. Большая часть этих средств ушла на налаживание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтеперерабатывающей промышленности. Это новая позиция для завода. Конечно, судьба такого крупного предприятия является зоной особого внимания руководства республики, потому что здесь, на этом предприятии работают более 200, вернее, 2300 человек. И очевидно, что такое крупное предприятие, которое производит сотни видов продукции, является для нас приоритетным. Кроме того, это предприятие является предприятием обороны промышленного комплекса. И здесь стоит задача наладить продукцию гражданского значения. Это задание президента страны. Чтобы работники предприятия активнее осваивались в новом технологическом пространстве, здесь вплотную занялись переобучением и повышением квалификаций. На это из федерального бюджета планируют выделить более 2 миллионов рублей. Нужно было самую современную технологию применить для производства резинок. Поэтому здесь ушли от таких тяжелых профессий, опасных профессий, как вальцовщика, машиниста шли с машины, и перешли на полностью автоматизированную линию. Облегчили нам это трудное оборудование. Облегчили. Раньше было тут грязное, тут сейчас чисто. Как будто я сам этот. Приходим с настроением. Все хорошо, все нравится. На встрече с руководством завода обсуждали новые идеи, связанные с последними разработками российских ученых в этой сфере. Их реализация позволит создать дополнительные рабочие места. Валерия Дружнец, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.